Начало 20 века стало знаковым временем для культурной жизни Царицына. Ценители музыкального искусства могли не только посещать курсы и салоны. Для них стали открывать специальные магазины. Представьте, центр Царицына, улица Московская и толпы стекаются к замечательному магазину Гольника, где можно приобрести изумительные музыкальные инструменты, лучшие нотные новинки. И посмотрите, пожалуйста, у нас здесь граммофон. Вы себе даже представить не можете, что означало, как говорится, сия музыкальная новинка и чудо техники в те годы. Граммофон, скрипка, фортепиано, а еще физгармония. Так назывался музыкальный инструмент, напоминающий миниатюрное пианино. По своему внешнему виду он, конечно, схож с фортепиано, но устройство его абсолютно иное. Для того, чтобы услышать, как звучит этот прекрасный инструмент, нужно было не только нажать на клавиши, но и нажимать одновременно на две вот такие большие достаточно педали. Инструмент появился в начале 19 века во Франции. Ему чуть больше 200 лет. Как вы смогли услышать, этот инструмент по звучанию очень схож с баяном или аккордеоном. Даже немножечко по звучанию напоминает и орган. Католические церкви очень часто закупали физгармонии, но и для домашнего музицирования их тоже использовали. В физгармонии были разные. Так называемые мужские имели второй ряд клавиш и гораздо более сложное устройство, чем женские. Существовали и детские, на которых учились играть маленькие жители Царицына. Инструмент тогда в нашем городе считался очень популярным. Ну а вторым музыкальным хитом была обычная гармонь. Потому что во второй части города, в Зацарицынском форштадте на улице Княгининской было даже гармонное заведение Силкино, где производили самые вожделенные и востребованные музыкальные инструменты, которые были очень мобильными. Это были гармоники. Знаменитые саратовские с бубенцами, невские и прочие. Пожалуйста, на любой кошелек. Спустя 110 лет живое звучание, увы, не так популярно в нашем городе. А физгармонию прочно заменила компьютерная пианино. Но заложенные тогда традиции искусства крепкие. Так что волгоградцы с удовольствием ходят на музыкальные спектакли и концерты.